Привет, друзья! Ну что, дошла очередь до рыбы из ситофора. Рыбу есть люблю, но не люблю, когда воняет в доме рыбой, и руки воняют ей, и всё-всё-всё. Сейчас откроем, посмотрим. Вот она разморозилась, тем более, что я забыла совсем про неё. Сейчас откроем, посмотрим, что там за рыба. Полкило стоит 8 рублей, там, с чем-то, с копейками. Ну, запах, запах рыбы. Ну, может, это странноватый, всё равно какой-то прижаренный, но наш не жареный, она сырая. Странный запах. Ну, посмотрите, куски красивые. Сейчас разберём, посмотрим, что тут за куски. Ну, да, реально куски, куски. Посмотрите, какое кусище мясо просто. Мясо, одно мясо. Ни косточек, ничего. Я даже не понимаю, в чём тут прикол. Обрезки. Что это за обрезки такие? Здесь огромные куски рыбы. Может, она какая... Не знаю, запах у неё странный, я вам скажу честно. Не знаю, как она будет. Ну, такие приличные куски. Более-менее. Ну, запах не вонючий там, никакой не тухлый, но какой-то странный. Не могу понять, чем пахнет эта рыба. Так, о, одна косточка попалась. Одна маленькая. Ну, и вот тут немножко таких мелких, посмотрите, немножко мелких таких кусочков. Вот и не знаю, что мне с ней делать. Или мне её поджарить, или мне её засолить. Вообще не понимаю. Как я сейчас хочу. Какой я рыбы хочу, солёной или жареной? Не понимаю. Вот, друзья, замучила её в холодную воду, чтобы промыть. Не знаю, запах мне её не нравится. Пока мне запах её не нравится совершенно. А когда мне что-то не нравится, то мне уже его не хочется не есть, ничего. Хочется просто выбросить. Не знаю, ладно, сейчас промою в холодной водичке и попробую поджарить. Пару кусочков остальную посолю. Вот такой я сделала вывод из этого всего. Ну, что, друзья, я красную рыбу люблю жареную, больше, чем солёную. Поэтому я решила всю её сейчас пережарить и попробовать. Если она будет на вкус какая-нибудь, ну, если она испорчена, она будет там или горькая, или какая-то противная. Ну, получается, перевела деньги, перевела масло. Сейчас всё положу на сковороду и буду жарить. Вот так же я всё сложила, всё взяли всё. Сейчас присолю чуть-чуть и приперчу. Ну вот, присаливаю чуть-чуть. Вообще-то я что-то начинаю вспоминать. Вроде бы красная рыба, особо-то у неё нет такого рыбного запаха. Ну, не знаю, когда в светофоре всё как-то подозрительно, то ты уже очень сильно подозрительный. Так что продолжаем жарить. Вот, друзья, перевернула. У меня теперь киски разваливаются, как вороны его какие-то. Не знаю. Продолжаю жарить. Ну что, вот, ещё раз перевернула. И сейчас будем пробовать уже. Ну что, друзья, без вас даже и не пробовала. Вот, смотрите, поджаренная. Ну, мне страшно. Сейчас увидите по моему лицу сразу, какая она. Вкусная, невкусная, плохая, неплохая. Ну что, шок-контент. Всё приходится пробовать на себе. А что делать? На Асе пробовать я не захотела, чтобы Асе было плохо. Пускай будет мне плохо, если я такая дура говорила. Не покупай продукты в светофоре больше. Не покупай после того, как купила какие-то стейки говяжьи. Ой, из индюшатины. Плохие. Но всё равно опять купила. Ну, вот сейчас жареная пахнет жареной рыбой. Ну, в смысле, красной рыбой. Никакого привкуса нету. Такого. Можно есть. Слава Богу, можно есть. А то я боялась, что она будет какая-то невкусная. Ну, можно есть. Нету никакого там ни горечи, ни тухого вкуса никакого нет. То есть, ну вот, жареная рыбка. Без костей одно мяско. Ну, слава Богу, что всё хорошо закончилось. Так что, друзья, советовать покупать не советую. Не хочу советовать. Каждый решает сам, что себе покупать. Я придерживаюсь такого мнения. Сильно, если хочешь чего-то себе купить, то купи в хорошем магазине. Купи дорогое. Например, охлаждённую рыбу. Она действительно совсем у неё другой вкус. Она очень вкусная. Мы как-то покупали в солёной в Минске охлаждённую там форель или горбушу, я не помню. Ну, это была действительно рыба. А это всё перемороженное, 10 раз размороженное. Вот это такое, такая она, видите, как мягкая такая. Кости повылезали. Сами, наверное, из неё разваливается. Ну, нет вкуса тухлого, нет никакого такого. Не знаю, может, вымочили в чём. Ну, рыба как рыба. Но больше покупать светофория такого не буду. Однозначно. Есть можно. Не знаю, чем закончится, но есть можно. Всё, друзья, нам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех ваших делах. Всем пока.